Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и мы сегодня с вами продолжаем играть замечательную игру под названием Слайм Ренчер. Стоп! Но ведь сегодня не пятница, скажете вы! Хммм, действительно, сегодня не пятница. Тогда почему же мы пришли в Слайм Ренчер? Давайте пока я здесь буду немножечко прибираться, мы с вами подумаем, что же может стать причиной для того, чтобы Чинаски вернулся в Слайм Ренчер прямо посередине недели. Возможно, даже не знаю, возможно, я решил заснять для вас что-то необычное. Мне кажется, что это похоже на правду вполне возможно, что так и есть. Но что именно необычное может быть? Ребята, давайте-ка я, наверное, сейчас немножечко обустрою свою ферму, раз уж такая есть возможность, потому что мои слаймы, видите, они уже голодные, недовольные тем, что мы все время с вами занимаемся одним и тем же. А именно, кстати, смотрите, почему-то каменный плорт и есть, а розовых плортов нет. Ну ладно. Тем, что мы с вами постоянно, просто постоянно занимаемся тем, что ищем Пати Горда. Я предлагаю сегодня немножечко разнообразить наш контент и кое-что сделать новенькое. Сегодня вышло обновление, дорогие друзья, бесплатное обновление, DLC даже, я бы сказал, для Слайм Ренчер. И я вам, конечно же, покажу абсолютно всю, как бы, всю историю, все детали, абсолютно все, что связано со Слайм Ренчер и что нового добавили сегодня. Я вам так скажу, ребята, это неплохо. Не то, чтобы прям супер бомбически, но неплохо. Для того, чтобы показать вам первую штуковину, мы пойдем с вами в лабораторию, ребята. Все начинается, как обычно, именно с лаборатории. Итак, идем сюда. Кстати, надо будет, наверное, здесь посадить грушовник или типа того. Слушайте, а мне кажется, что да, это хорошая идея, нужно будет сюда обязательно посадить из-за нашего этого, из-за нашей зеленой зоны. Так, хорошо. Идем сюда. Ребята, нажимаем сюда и у нас с вами есть галактическая модная капсула. Модные капсулы позволяют тебе обзавестись модными аксессуарами для твоих слаймов. Выстроили ими в слаймов, чтобы улучшить их настроение. Кстати говоря, давайте посмотрим. Я не могу здесь посмотреть, просто мне интересно, стоило 9 тысяч. Смотрите, 850. Пижонская стоила 9 тысяч, Королевская 9 тысяч, Очаровательно 9 тысяч, остальные по 8... А вот Лупоглаза 9 тысяч, Булавочная. То есть всего несколько капсул стоили 850, все остальные стоили по 9 тысяч. А это стоит 200. То есть видите, DLC достаточно такой, недорогой, можете сказать, достаточно дешевый. И мы с вами давайте-ка здесь тоже купим, так, любопытное, по-моему, да? Да, еее, любопытно, галактическая модная капсула. Давайте сразу изготовим, там, не знаю, штуки 3, на всякий случай, пускай будет. Так, хорошо, хорошо, ребята, начало положено. Давайте мы ее сразу сюда поставим и посмотрим, как уже она дает нам, какой декор дает. Так, похоже, как будто бы это какой-то люк Скайуокер. Ребят, смотрите, 11 модных капсул у нас с вами есть. Давайте посмотрим, теперь сможем ли мы на кого-нибудь, блин, можно было бы прям на Гордон нацепить, в принципе. Слушайте, а мне кажется, это хорошая идея. Мне кажется, это хорошая идея, потому что мы сейчас сделаем даже, наверное, вот так вот, подобрать. И сюда мы поставим с вами вот такую вот штуковину. Устранитель модной капсулы, чтобы потом мы могли тихонечко убрать лишнее. Все, взяли тоже. И давайте посмотрим прям на Гордон, насколько красиво выглядит эта штуковина. Обалдеть! У него теперь меч есть, лазерный меч! Жесть, ребят, ну то есть, я, конечно, ничего не хочу сказать, но мы теперь можем сделать так, что лабораторию у нас защищают все Горда. Спокойненько, вообще-таки, защищают нашу лабораторию. Я не буду, конечно, они защищают еще и короля Горда. Ребят, ну это просто идеально для того, чтобы делать всякие ивенты. Я думаю, вы сами понимаете, о чем я здесь. Можно будет сделать реально просто офигительную фишку с тем, что там, ну, короче, я, может быть, сделаю потом, поэтому не буду вам прямо сейчас рассказывать, но это выглядит прям очень круто. Я, конечно, уберу с Горда, потому что мы с вами это лучше нацепим на каких-нибудь слаймиков, но выглядит это прям супер-классно. Я, наверное, на одном оставлю, на вот этом вот, типа он защищает. Блин, вообще, это супер, это очень круто. Ну, я даже не знаю, мне сложно написать. Я думал, что это будет просто повязка на глаза, так сказать, или типа того, но оказалось, что это реально медь. Обалдеть. Так, давайте здесь мы снимаем, здесь снимаем, и я так думаю, что нам нужно побольше насобирать для того, чтобы мы могли сейчас на слаймов нацепить. Так, любопытно, ставим, ставим галактическую модную капсулу, устанавливаем, и собираем себе, я не знаю, наверное, давайте штук, только побыстрее-то можно, нет, штук 20-25 возьмем. Все, хорошо, собираем обратно, и поехали, дорогие друзья. Слушайте, ну, я думаю, что это уже заслуживает лайков этот видос, потому что, ну, это реально, фу, я испугался, что он исчез, думал, куда он делся. Так, а вот это мне не очень нравится, ну-ка идите обратно, и кушайте, кушайте кубничку, кушайте вашу, вашу сладенькую кубничку. Так, давайте побольше мы наберем, чтобы они тоже здесь не выпрыгивали, потому что, видите, такое тоже может произойти, и это может вызвать некоторые проблемы. Так, 82 кубнички, это просто отлично, и мы с вами, конечно же, сюда тоже добавим. Приходится, ребят, не только обозревать обновления, так сказать, но и немножко ухаживать за нашими слаймами, сами понимаете, они все как живые, и нужно им как можно больше ухода. Так, хорошо, галактическая модная капсула у нас с вами есть, но это еще не все обновления, вот в чем прикол. Это еще далеко не все, дорогие друзья. Так, хорошо, давайте посмотрим, на кого мы можем нацепить эту штуковину. Я так думаю, что может быть даже на вот них нацепить, потому что, ребят, на них это будет нормально смотреться, они веселые, потому что там все время начинается какая-то жесть, начинают все время атаковать, а вот на них, в общем-то, можно. Так, блин, на маленьких это тоже круто выглядит, смотрите, маленькие такие мечи. Слушайте, кайф, очень крутая штуковина. Но, опять же, хочу сказать, что это еще не все. Идем вот сюда теперь, ребята, и спроматываем вниз. Робот-пищалка, ребята, новая игрушка, смотрите. Это как из «Звездных войн» каких-нибудь. Было бы классно, если бы DLC вышла вот перед фильмом «Звездные войны», например. И кидаем вот сюда. Все, робот-пищалка, это как раз-таки для слаймов, на которых надет вот этот вот костюм. Смотрите, они сразу возле него скопились, такие защищают его, походу. Да, это реально прикольно. Ребят, следующим этапом хочу посмотреть, что будет, если надеть на маленьких слаймов галактическую модную капсулу. Давайте посмотрим. Просто ради интереса. Обалдеть. Жесть. Смотрите, это какое-то войско маленьких джедаев. Просто жесть. Ну, выглядит реально круто. Так, давайте еще несколько нацепим. Выглядит реально здорово. Ну, мне больше всего понравилось, вот напишите прям в комментариях, ребят, какой размер, так сказать, галактической капсулы вам понравился больше всего на Гордо, на Ларго или на обычных слаймах. Если честно, мне больше всего понравилось на Ларго. По-моему, на Ларго самый прикольный, потому что они вроде бы и не сильно большие, вот, вот здесь видно это. Но при этом выглядит реально классно. Реально классно. Так, давайте мы здесь немножечко так же с вами приберемся, но это еще тоже не все, ребята. DLC не то, чтобы прям сильно большое, это скорее такое косметическое DLC, так называемое. То есть, чисто влияет на визуальную составляющую игры, скажем так, на красоту. Но и это еще не все. Я сейчас вам покажу, что еще добавили. Это тоже достаточно прикольная штуковина, я ее еще не тестил, как и все до этого. Я просто знаю, где ее добыть. Добыть, так сказать. Так, давайте мятное манго тоже соберем. Итак, и так, идите сюда, идите сюда, манго. Хорошо, 85 штук, 87 даже. Отлично. И в кормушку все кидаем. Потому что, ребят, пока мы с вами исследуем мир для того, чтобы найти патигорда, наши слаймы голодают, и этого, конечно, ни в коем случае нельзя допустить. Все, отлично. Сюда добавим водички. Хорошо. И, о, кстати, галактическую. Слушайте, ребят, у меня еще одна идея, я хочу ее затестить теперь. Я думаю, что вы уже поняли, что я хочу сделать. Так, вот у меня здесь есть дрончик. Так, что я могу сюда? Блин, здесь у меня все занято, все занято. Во, вот сюда посажу. Сейчас, ребят, сейчас, ребят, затестим. Обязательно. На дрончике тоже нужно посмотреть, потому что дрон и вот такая тематика, это прям то, что нужно. Прям то, что нужно. Так, добавим водички. И, смотрите, реально, боевой дрон. Обалдеть. Слушайте, ну выглядит, по-моему, супер классно. По-моему, супер классно выглядит. Хотя, все еще, мне кажется, что на ларгах, на ларгах это самое красивое. Кстати, я не могу заменить цвет? Цель, источник нет, не могу. Видимо, в доме смогу и этим мы как раз таки сейчас займемся, ребята. Есть кое-что новенькое, а именно, ребята, это рубин DLC обновления цвета. Давайте дом сначала покрасим в рубин. У нас он был с вами какой? Вулкан. Сделаем рубин. Слушайте, ну я ничего не хочу сказать, но, по-моему, это самая красивая окраска из всех, которые у нас есть. По-моему, очень круто. Металлический цвет здесь, ярко-красный здесь, и здесь такое зелененькое пятно. Выглядит классно. Давайте посмотрим еще на технологиях, как это будет. выглядеть. Так, а у меня на технологиях что стоит сейчас? Золотая фольга. Ну-ка, рубин. Ребят, блин, ну я ничего не хочу сказать, но это очень красиво. Вы просто на это посмотрите. По-моему, просто супер классно. А дроны тоже окрасились же, по идее, да? Да, да, и дроны тоже окрасились. Ребят, я, я хочу оставить. Дом, блин, мне хочется все оставить этим цветом, но нет, не будем так уж делать. Давайте дом мы перекрасим, а что-нибудь другое. золотая фольга у нас вакуумный ранец, по-моему, если я не ошибаюсь, да. дом мы перекрасим в, по-моему, мерзлая фиалка мне нравилась еще. Да, вот, ребята, вот то, что я хочу видеть. По-моему, просто суперски выглядит, по-моему, просто супер бомбически. Обязательно надо будет сделать серию, ребят, где возможно мы будем декор делать, разные модные капсулы на разных слаймов, поэтому обязательно пишите в комментариях, какие вы хотели бы видеть. Блин, очень стильно выглядит, если честно, очень стильно. Мне нравится. Мне нравится, ребят. Ну, а вашу оценку я хочу увидеть прямо сейчас в комментариях и лайках. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился видос. Обязательно смотрите другие мои видосы, не только по Слайм Ренчер, мне будет очень приятно, ребят, потому что от этого зависит моя жизнь этого канала, можно сказать, поэтому будет мне очень даже приятно. Ну, а с вами же был Чинацкий, увидимся уже совсем скоро в новом видео, уже с новой окраской мы с вами будем теперь играть. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока.